Этого человека зовут Син Дон Йок. Когда-то он жил в Северной Корее. После того, как он был заключён по политическим мотивам в трудовой лагерь, ему удалось бежать, перебраться в Южную Корею и заняться борьбой за права человека. Таких, как он, называют перебежчиками. В среду Син Дон Йок сообщил, что северокорейский режим взял в заложники его отца. Он также отметил, что Пхиньян создал специальный фильм, чтобы дискредитировать его правозащитную деятельность. «Они показали мне это видео для того, чтобы или заставить меня замолчать, или вернуться в Северную Корею. Одно ясно наверняка – судьба моего отца в руках режима. Если я буду продолжать свою деятельность, то мой отец, возможно, встретится с ещё большими бедствиями». Син Дон Йок – один из самых известных перебежчиков. Он активно поддерживает расследование комиссии ООН, которая пытается собрать случаи массовых нарушений прав человека в КНДР и отправить их в Международный суд. В фильме, созданном Северной Кореей, люди, которые якобы знают Син Дон Йока, говорят, что он был ленивым и ненадёжным, как работник в шахте, и что он бежал из страны, чтобы избежать наказания за изнасилование 13-летней девочки. Интервью даёт даже женщина, рядом с которой и сидит предполагаемая жертва насилия. После этого отец Йока призывает его вернуться домой. «Опомнись и вернись под знамёна партии. Перестань быть игрушкой в руках других». Активист говорит, что все обвинения, звучащие в фильме, были сфабрикованы. Он также говорит, что впервые за долгое время смог посмотреть на своего отца. «Это впервые, когда я благодарен Северной Корее. Я думал, что мой отец умер. Но они показали его живым. Они также показали мою фотографию отцу. Не знаю, стоит ли мне благодарить Северную Корею. Я не знаю, что мне делать». Йок говорит, что Северная Корея выпустила фильм именно в это время, поскольку ООН в своей резолюции постановила, что северокорейский диктатор и его окружение, которые нарушают права человека, должны предстать перед Международным уголовным судом.